Все, ребят, не кричите, я выезжаю, все, Ашан! Внутри Мартини, а в руках бикини, под песню Синие Кини, она так чувствует себя богиней. Поставьте, пожалуйста, лайк перед тем, как мы начнем это видео. Вы меня знатно удивили, что поставили под прошлым обзором микрофонов аж 10 тысяч лайков, когда я просил всего лишь одну тысячу, но давайте сейчас, раз у нас есть с вами такая огромная мощь, армия, попробуем тысячу лайков в максимально быстрый промежуток времени поставить. И обязательно напишите в комментариях, есть ли в вашем городе такой магазин, как Ашан, откуда мы берем дешевую технику, иногда обозреваем, и сегодня в нашем шоу «Вечерний дуб» мы достаем вот такое вот чудо. И вы правильно поняли, что это беспроводной микрофон марки Defender, который стоит на секундочку всего 390 рублей, то есть за 400 рублей мы получаем беспроводную систему. Что мы имеем в комплекте здесь? Непосредственно сам вот такой вот Defender-овский радиоприемник, кнопка «Он-Оф», «Включить-выключить» и разъем для одной пальчиковой батарейки. И что самое приятное, здесь в комплекте я вижу две пальчиковые батарейки, это максимальная забота за такую дешманскую цену. Далее в этой волшебной коробочке есть еще и провод, друзья мои, да, то есть мы можем использовать наши чудо-техники за 400 рублей как без провода, так и с проводом. Переходник для беспроводного соединения, то есть антенна, проще говоря. И, но нет, пока не буду микрофон показывать, еще куча всяких инструкций, бумаг. Вот леса вот эти вот срубают здесь, чтобы эти бумаги, значит, печатать. И сам микрофон, можно как бы, в принципе, уже не расстраиваться, что ты прострал 400 рублей, потому что у тебя есть лопающийся пакетик. Сам микрофон очень легкий, но он без батарейки. Откровенно, это у микрофона не все-таки тайм, но когда ты его карту подносишь, ты прямо ощущаешь вот этот вот Гонконг. И пластик здесь, конечно, ну извините, папараша, вот я прям так могу сказать. Напоминаю, ребят, что мы не начнем проверять этот микрофон, пока вы не поставите лайк и не напишите в комментариях, есть ли в вашем городе чертов Ашан. О, лайк есть. Продолжаем. В самом микрофоне есть три режима, к чертям его выключить, режим миг, не знаю, что это значит, и режим включить. Видимо, режим миг, это когда мы по проводу его соединяем. Давайте сейчас его раскроем, вставим сюда батарейку, которая, благо, есть в комплекте. Вот так вот замечательно я все вставил. И вообще, в комментариях под прошлым роликом, он есть здесь, в рекомендации, вы на меня орали, что я проверял все, используя вот этот рекордер. Якобы это супер-пупер-рекордер, ребят, его покупал в свое время за 4000 рублей. Если я воткну в камеру, звук будет другим, потому что камерная звуковая карта, она компрессирует звук. Опять же, напоминаю, что здесь только от вашего мнения все зависит, и качество этого микрофона вы по пятибалльной шкале, пожалуйста, в комментарии каждый из вас напишите, потому что это очень важно. Я буду потихоньку отходить сейчас. Напишите в комментариях, слышно меня до сих пор или не слышно, но мне кажется, что тоже точно не слышно. То есть давайте я буду бегать как дебилоид, как тамадан в дешевой свадьбе, вот тут, вокруг нашего пенечка. А вы будете все слышать и говорить, ухудшается или улучшается качество. Я плохо определяю расстояние, но сейчас от ресервера до микрофона примерно метров 15 точно есть. То есть мы сейчас уходим на предельно допустимые нормы, и самое главное здесь, чтобы звук был стабильным. Вот тут я не знаю, слышите вы меня или не слышите, но я еще дальше отойду на всякий случай. То есть я сейчас отошел метров примерно на 25-30 метров точно отошел от места нашей позиции. Вот так сколько... Ну знаете, с такими микрофонами классно выступают на каких-нибудь стендапах. Я уже пробовал петь, вы сказали, чтобы я больше никогда не пел. Я пробовал читать стихи, вы сказали, чтобы я заткнулся и вообще никогда в жизни о них не думал. И сейчас я попробую стендап-комедию, такой жанр. Привет, 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 вы классный. Вы классный, ты классный. Как дела у вас, ребят? Как дела, нижний? Нормально. Мне сейчас проблема, потому что когда я ехал сюда на стендап-тур, я разбил свой телефон. Разбил свой телефон и, знаете, решил зайти в Эльдорадо, чтобы посмотреть, сколько сейчас стоит айфон-декс вот этот вот новый, да? Ну вот этот вот, который как хэп, пипичется. Я такой смотрю цену, знаете, думал, что он стоит тысяч, наверное, ну, 10 тысяч рублей, да? Но он стоит чуть-чуть побольше, он стоит чуть-чуть подороже даже моей почки. Даже моих двух почек. Ну, к сожалению, он не так дорого стоит, я узнавал. Я такой смотрю и думаю, блин, я попал, я реально не могу купить себе этот чертов айфон. У меня нет ни копейки, ни рубля, чтобы расплатиться, даже взять это в кредит. Мне не дают кредиты нигде, никто, никак. Да, у меня, короче, такая фобия, что если я ничего не купил в магазине и просто ухожу, охранники подумают, что я что-то украл. Потом мне повяжут, полиция, я бы не смог этот стендап вам давать. И я, короче, решил сделать следующее. У меня же мой айфон есть, да? Вот, он здесь разбит, здесь не разбит. Чтобы они поняли, что я состоятельный человек и, как бы, просто зашел сюда что-то посмотреть. Я беру телефон, айфон свой и перекладываю его к уху. Да, Сергей, давайте, подъезжайте, да, вы мой водитель, подъезжайте, давайте. Я тут посмотрел, пока тут немножко нет того, что мы хотели. И выхожу из магазина. То есть, выхожу вот так вот, просто с телефоном, как будто бы я с кем-то разговаривал. А на самом деле я ни с кем не разговаривал, а телефон вообще разбитый. Это реально прокатило, черт побери. Меня никто не схватил, меня никто не арестовал. Я просто вышел из магазина, ничего не купив. К сожалению, на этом все. Я больше ничего не написал за те два года, когда я мечтал заняться за стендап-комедией. Ну, напишите, как вам история в комментариях. В общем, вот такое видео у нас сегодня получилось на природе. Ну и спасибо. Обязательно напишите в комментариях, как вам микрофон. Пишите в комментариях, если в вашем магазине Аншан. И обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик. И давайте, напоминаю, поставим тысячу лайков за максимально быстрый промежуток времени. Интересно, сколько, какая наша мощь и сколько времени это вообще займет. Мы рождены, чтоб сказку сделать пылью. И я теперь могу в караоке пойти петь. Ту-дум-ту-дум-ту-дум-ту-дум-ту-дум. Слово дышит, 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 дышит. Пусть время выберет пылью наших пыль. Слово дышит, дышит, дышит.